В объявлении сказано, что это презентация книги, это не совсем так, потому что книжка вышла в сентябре и сейчас тираж ее почти закончен. Скорее всего, будет переиздание, и тем более интересно поговорить накануне второго издания книги о ней. Итак, слово Дмитрию Злоняеву. Спасибо большое за возможность выступить и за возможность поговорить о книжке. Я очень благодарен организаторам и, соответственно, тема моего выступления, лекции, не знаю, она заявлена, почему прервался процесс секуляризации. То есть я собираюсь поговорить немножечко о процессе секуляризации. Я не знаю, какой регламент, сколько времени у меня есть. Кто там? Володя, сколько? Час? Хорошо. Окей. Хорошо, тогда я буду говорить где-то в пределах часа, а дальше, если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Ну, соответственно, я немножко скажу о книге. Книга называется «Конец религии. История теории секуляризации». Данная книга посвящена истории теории секуляризации. Здесь надо сразу провести важное различие между секуляризацией как историческим процессом и теорией секуляризации, которая, собственно говоря, призвана этот исторический процесс осмыслять. Но что такое секуляризация? Если кто-то не знает, я поясню. Ну, и секуляризация – это процесс утраты религии и своей социальной значимости. То есть здесь прежде всего речь идет не о том, что религия исчезает, или люди становятся менее религиозными, или какими-то не такими религиозными, как раньше. Речь идет прежде всего о социальной значимости религии. То есть о влиянии религии на политические, экономические, культурные, еще какие-то процессы. В своей книге я, соответственно, прослеживаю историю этой теории, как она зарождалась в конце XIX века в работах классиков социологии и религии, как она развивалась в XX веке, с какими она сталкивалась кризисами, ну и как, соответственно, в начале XXI века эта теория умерла. Ну почему вообще теория секуляризации вызывает интерес? Дело в том, что теория секуляризации – это одна из знаковых теорий в рамках общественных наук как таковых. Ну мало того, что это, собственно говоря, главная теория в рамках социологии и религии XX века, но это еще и одна из главных теорий общественных наук как таковых. Почему? Почему я говорю о том, что это одна из самых важных теорий в общественных науках? Дело в том, что эта теория позволяла ученым как бы выносить религию за скобки, как бы не воспринимать религию всерьез. То есть при осмыслении экономических, политических, культурных явлений можно было не принимать религиозный фактор всерьез. Почему? Потому что была теория секуляризации, теория, которая доказывала, что социальная значимость религии неизбежно сокращается и в скором времени по большому счету сойдет на нет. То есть в общественных науках как бы был центр, представленный всякими серьезными социологами, экономистами, политологами. Ну и соответственно был такой маленький загончик, где существовали исследователи религии, в частности социологи религии, которые вот где-то там на периферии исследовали различные религиозные явления, но так как какие-нибудь исследователи исследуют экзотическую флору и фауну. Однако конец теории секуляризации и собственно говоря демонстрация того, что эта теория была ошибочна, она приводит к следующему. Она приводит к тому, что исследования религии из периферии перемещаются в самый центр исследований. То есть потому что уже нет больше этой отговорки, что вот мы можем не принимать религию всерьез, потому что вот есть теория секуляризации. Соответственно самый религиозный фактор приходится сегодня учитывать и при анализе экономических процессов, и политических, и культурных. То есть в этом плане я считаю, что по этой причине я считаю эту самую теорию секуляризации чрезвычайно значимой. Соответственно понимание ее истории, возникновения, развития, исчезновения я считаю значимым для понимания того, что происходит с общественными науками в 21 веке. Ну и соответственно, опять же повторю, вот книга как раз и посвящена этим самым сюжетам. Ну и теперь я хотел бы перейти непосредственно к разговору о самом процессе секуляризации и, соответственно, причинам, почему этот процесс прервался и так далее. Ну я начну с того, что немножечко обозначу ту дистанцию, которую мы прошли за последние лет 50. То есть вот что было и что стало в плане секуляризации, в плане социальной значимости религии. Ну я приведу примеры из разных контекстов, ну вот в частности пример из Ближнего Востока, из Египта. Мне этот пример очень нравится, он очень простой и он позволяет, ну скажем так, понять вот ту дистанцию, которую мы прошли со второй половины 20 века. Вот в интернете есть очень замечательный интересный ролик, это речь президента Египта 1958 года, он президент Египта Нассер, он выступает перед огромной аудиторией своих сторонников. И он им рассказывает о том, как он имел беседу с лидером движения «Братья-мусульмане» Саидом Кудбом. Саид Кудб, лидер, идеолог движения «Братья-мусульмане», «Братья-мусульмане» это одна из первых исламистских организаций. В общем, он сидел в тюрьме и Нассер рассказывал, как вот он с этим Саидом Кудбом беседовал. И он его как бы спрашивает, вот вы, «Братья-мусульмане», да, вот чего вы хотите, как только придете к власти? И на что этот Кудб ему отвечает, что первое, что мы сделаем, мы сделаем так, чтобы женщины снова одели хиджаб. В этот момент, и он это рассказывает как шутку, и в этот момент вот вся аудитория, перед которым выступает, она начинает смеяться. То есть это звучит как какой-то смешной анекдот. Настолько вот это предложение, чтобы женщины снова одели хиджаб, кажется нелепым. Тогда этот Нассер продолжает, он говорит, ну хорошо, вот этому Кудбу, да, ну вот хорошо, вот твоя дочь, да, она ходит в медицинский колледж, носит ли она хиджаб? На что этот Кудб говорит, что нет, она не носит хиджаб, потому что я не могу ее заставить. Опять все смеются. И тогда этот Нассер, он как бы произносит свою, ну тут, собственно говоря, фразу, ради которой все задумывалось. То есть он как бы говорит, что вот, а я этому Кудбу ответил, да, вот как бы, если ты не можешь заставить носить хиджаб свою дочь, то как же ты хочешь, чтобы я заставил носить хиджаб миллионы египетских женщин? И в этот момент снова все смеются. И как бы что мы видим, вот проходит, ну вот буквально 50 лет, да, вот я открываю новости и смотрю, что происходит в Египте. Я вижу рассказ о том, как один из министров правительства, он попытался сказать что-то критическое в адрес практики ношения хиджаба женщинами. И тут же это спровоцировало гигантскую волну протеста. То есть там сотня членов парламента тут же призвала к отставке этого министра. То есть все буквально забурлило. А в 2012 году представитель движения братья-мусульмане, как известно, стал президентом Египта. Ну правда ненадолго. То есть вот та дистанция, которую мы прошли от середины 20 века, когда ношение хиджаба, это традиционная религиозная практика, казалось чем-то совершенно смешным, нелепым, вызывавшим смех. К моменту, когда, по большому счету, наоборот, попытка усомниться в необходимости этой практики вызывает возмущение и, как сказать, всеобщее негодование. То есть вот та дистанция, которая была проделана за эти годы. То есть от момента, когда секуляризация оказалась чем-то совершенно очевидным, незыблемым, само собой разумеющимся, а к ситуации, наоборот, когда мы вернулись к ситуации, когда религиозные практики, религиозные традиции кажутся чем-то совершенно незыблемым. И попытка каким-то образом в этих самых практиках усомниться, как-то их покритиковать вызывает невероятное возмущение и, в буквальном смысле, какую-то угрозу для жизни и безопасности. И можно привести аналогичные примеры вот этой дистанции, которая была проделана из разных контекстов. Можно вспомнить историю Советского Союза. Вот сейчас читаешь документы, относящиеся к преследованию верующих в 60-х годах, и это все звучит просто как совершенно что-то невероятное. Например, знаменитое письмо украинских христиан из Почаева 65-го года, которое было переправлено за границу и потом опубликовано на английском языке. И они там, собственно говоря, описывают, как происходил погром Почаевской лавры. И, соответственно, как паломники, которые туда приезжали, как их там какие-то пьяные дружинники ловили, тащили в милицию, там их били, потом их судили. И вот они описывают, как это происходит в суд. И вот ты читаешь, и там просто сплошное оскорбление чувств верующих. Я просто цитирую из этого письма, что говорили судьи. Если монахов и богомольцев выгоняли из Почаева, делали вид всякого вида репрессии, так судья сказал, что это не погром, а не тактичность. Если дружинники и милиция избивают паломников, выгоняя из Почаева, которые им не подчиняются, так суд их не судит, а наоборот поощряет их. Также на суде было сказано, что наша задача бороться с верующими, и мы их будем морально истощать, чтобы они отказались от посещения Почаевской лавры. Начальник дружины на суде также выступил и сказал, что главный центр мракобесия находится в Почаеве, и наша задача бороться с этим мракобесием и морально уничтожать верующий народ. Опять же, проходит буквально сколько лет, и мы оказываемся в современной ситуации, где такое просто себе невозможно представить, и где есть и законы о защите чувств верующих и всевозможного рода, как сказать, моральное возмущение при попытке хоть как-то усомниться, покритиковать какие-то религиозные практики. То есть опять вот та дистанция, которая была нами проделана за полвека. Можно привести пример даже в европейском контексте. Казалось бы, Европа, ну западная, северная Европа, это такой, можно сказать, последний островок секулярности в современном мире. Но даже здесь мы видим возрастание социальной значимости религии. Но опять же, можно вспомнить, опять же, в своей книге я это описываю, описание того, что происходило с религией в Европе в середине XX века, в частности, в Великобритании. Там такой английский социолог Брайан Вилсон, который об этом очень подробно писал, как сокращалось количество обучающихся в воскресных школах, там сокращалось количество людей, которые выбирали священническое призвание, ну то, что называется, кризис призвания, там все показатели религиозности сокращались и так далее. Но опять проходит сколько-то времени, и что мы видим? Мы видим, что даже, казалось бы, в секулярной Европе социальная значимость религии возрастает. Но опять же, она возрастает не потому, что там в Европе люди становятся более религиозными по каким-то другим причинам, но мы видим, например, в Европе современные правые популистские партии, которые все активнее начинают апеллировать к христианству, к религии. Ну там, я не знаю, можно в качестве примера привести и австрийскую партию свободы, и даже мы видим этот поворот католицизма в французском национальном фронте, и мы видим в Италии партия Лига во главе с Матео Сальвини, который на последних выборах в качестве такого символа своей борьбы поднимает католические четки. Ну, как сказать, понятен этот месседж этих католических четок? Это реакция на то, что в Европе воспринимается как как бы исламская угроза, то есть вот появляются мигранты, они воспринимаются как что-то угрожающее, как вот эта самая исламская угроза, такие вот эти вот витальные другие, которые вот пришли, которые там свои порядки устанавливают, и, соответственно, в качестве противовеса им, ну, как сказать, начинают вспоминать о своих собственных христианских традициях, ну и, соответственно, вот эти католические четки. Это, с одной стороны, фига в сторону мусульмана, с другой стороны, это и фига в сторону Европейского Союза, Брюсселя, который ограничивает национальный суверенитет тех государств, которые входят в Европейский Союз, ну и также там проводят политику, связанную с недискриминацией, толерантностью, что, соответственно, этим правым популистам не нравится, они, наоборот, делают акцент на традиционных ценностях, на традиционные гендерные роли и так далее. То есть даже в Европе мы видим, вот эта социальная значимость религии усиливается, ну, опять же, не по причине там возрастающей религиозности, а по политическим причинам, по причинам вот этого самого, этой самой проблемы ислама и, соответственно, вот такой вот, ну, националистической популистской реакции на эту воспринимаемую угрозу. И я беседовал с одним немецким профессором, который, собственно, про это говорил, и он очень интересное наблюдение сделал. Он сказал, что он был из Германии, и он сказал, что вот в Германии раньше мы, когда говорили о мигрантах, мы говорили о них в терминах, там, национальной, этнической принадлежности, то есть там из Афганистана, там, не знаю, из Алжира, из Турции. А в последнее время происходит следующее, в последнее время происходит как бы оттеснение этого языка, связанного с этнической, национальной принадлежностью на задний план и выход на передний план именно языка религиозной принадлежности. То есть все эти мигранты, они как бы растворяются и становятся как бы мусульманами и начинают восприниматься как некая единая исламская угроза. То есть даже на уровне языка мы видим вот эту вот возрастающую значимость именно как бы религиозных описаний. Дальше. Когда, то есть вот я обозначил эту дистанцию, которую мы прошли, да, вот с момента, когда секуляризация оказалась чем-то совершенно очевидным, социальная значимость религии сокращалась, в буквальном смысле люди смеялись над какими-то архаичными религиозными практиками. Идея вернуться к этим религиозным практикам вообще воспринималась как призывы, там я не знаю, чуть ли не снова надеть шкуры и ходить по улицам, значит, с дубинами, к ситуации, когда все как бы перевернулось. И уже наоборот трудно себе представить то, что было в середине XX века. И, соответственно, когда это начало происходить? И здесь, опять же, я могу привести примеры из разных контекстов, но здесь тоже очень интересна вот такая удивительная синхронность. То есть вот этот возврат к религии, он начинает происходить примерно в одно и то же время. Это 70-е годы XX века. И, опять же, мы видим удивительную синхронность в разных частях света. Я приведу эти примеры. Например, если брать Ближний Восток, то, естественно, это иранская революция 1979 года, которая стала настоящим шоком для тех интеллектуалов, наблюдателей, которые, собственно говоря, наблюдали за общественным развитием, общественными трансформациями. То есть к власти приходит сила, которая берет курс на, по сути, создание религиозного государства, на переустройство общества на религиозных началах. Для теоретиков секуляризации, которые писали о религии в современном обществе, это казалось чем-то вообще невероятным, чем-то, чего просто не может быть. Ну, в частности, Мишель Фуко очень внимательно за этими событиями наблюдал и написал на эту тему несколько статей. Но можно перенестись в другую часть света, в Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что там в 70-е годы тоже происходят похожие события. Возникает движение христианских правых. Христианские правы – это общественно-политическое движение, которое возникло в 70-х годах XX века в качестве реакции на культурную и сексуальную революцию 60-х годов и которое, собственно говоря, подняло на щит идеи традиционных ценностей духовно-нравственного возрождения Америки, борьбы с либерализмом, борьбы с феминизмом, короче говоря, борьбы с тем, что они воспринимали как аморализм американского общества. То есть, собственно говоря, когда я говорю традиционную ценность, духовно-нравственное возрождение, это очень так бьется с тем, что происходит сегодня в России. То есть вот истоки вот этого дискурса традиционных ценностей, корни этого дискурса, они уходят как раз в Америку 70-х годов. И то есть мы видим, как происходит становление этого движения христианских правых. И это движение превращается в чрезвычайно влиятельную и мощную силу, которая начинает активно влиять на политику. И в частности, помогает Рональду Рейгану прийти к власти. И более того, влияние этого движения не ослабляется. Мы видим, то есть на сегодняшний день ни один политик-республиканец, он не может баллотироваться и рассчитывать на какой-то успех без поддержки представителей этих самых христианских правых. Ну, недавно, вот если кому-то интересно, на Нетфликсе вышел очень интересный сериал про одну из организаций, относящихся к этим христианских правам, называется «Семья». Очень интересно посмотреть, там и про Россию немножечко есть. Но это Америка. Можно перенестись опять же в Советский Союз, и мы тоже увидим, что в 70-е годы тоже начинают происходить интересные процессы. И есть очень интересная книжка Виктории Смолкин, которая называется «Свято место не бывает пусто. Это история советского атеизма». И она там, собственно говоря, описывает, как как раз в 70-х годах идеологи советские, они обращают внимание на две тенденции, которые их пугают. Во-первых, они обращают внимание на то, что советская молодежь становится все более безразличной к официальной идеологии, а с другой стороны, они обращают внимание на то, что растет интерес к религии со стороны интеллигенции. Ну, соответственно, Смолкин описывает, как они пытались этим тенденциям противодействовать, как они пытались реформировать атеизм, превратить атеизм из идеологии, связанной с борьбой с религией, в такую позитивную идеологию, там какой-то духовный атеизм, то есть атеизм – это позитивное мировоззрение, как бы альтернативной религии. Но, как сказать, ничего у них в этом плане не получилось. И те тенденции, которые обозначились в 70-х годах XX века, они не были такой последней агонией религиозных традиций, которые пытались как-то напомнить о своем былом могуществе, но они были свидетельствами вот этой самой новой эпохи, в которой религии снова превращались в одну из определяющих сил. Ну, там дальше был распад Советского Союза и вообще крах всей этой атеистической политики, начало религиозного возрождения на постсоветском пространстве. То есть те тенденции, которые обозначились в 70-х годах, они с тех пор не просто не сошли на нет, они наоборот усилились. И там, если брать тот же самый исламизм, то он из фактора, определяющего политику отдельных национальных государств, превратился в транснациональное движение, которое по большому счету затрагивает уже не только Ближний Восток, но вообще все страны и регионы. Те же самые христианские правы, про которых я упомянул, опять же, их влияние, как я говорил, не сошло на нет. Более того, они тоже превратились в очень мощную транснациональную силу. И об этом есть очень хорошая книжка Клиффорда Боба, называется Global Right Wing, то есть как бы глобальное правое крыло, где как раз он рассказывает об этом. Более того, то, что я сказал, не затрагивает только христианство, ислам, православие, но мы видим аналогичные процессы и в отношении практически всех значимых религиозных традиций мира. Мы видим и то, что происходит в Индии, подъем этого индуистского национализма и связанные процессы с буддизмом, конфронтация с Китаем по поводу Тибета и вудаизм, и мы видим, то есть роль Равината в израильской политике. То есть самый религиозный фактор, если воспользоваться марксистским языком, он из элемента надстройки все отчетливее превращается в один из несущих элементов современного общества. Еще одним большим сюрпризом стало то, что усиление влияния религии вывело на поверхность не, как предполагали теоретики секуляризации, не как бы наиболее прогрессивные, либеральные крылья религиозных традиций, но наоборот, начали набирать силу именно консервативные, ортодоксальные, традиционалистские движения. То есть те движения, которые отвергли сформулированную прогрессивными интеллектуалами программу, то, что называется, аджорнамента, то есть обновления. И это был реально большой сюрприз для исследователей, потому что считалось, что чтобы религии могли успешно существовать в современном мире, им надо к этому миру приспосабливаться, и в качестве символа такого, можно сказать, адаптации, осовременивания всегда фигурировал Второй Ватиканский собор, который как раз зафиксировал курс католической церкви на осовременивание. Так вот, неожиданно самыми популярными, успешными и так далее оказывались именно консервативные, ортодоксальные, традиционалистские движения. Причем даже можно сказать и о России. Сколько-то лет назад я читал книжку, статью, по-моему, где рассказывал, что в Русской Православной Церкви есть три крыла. Есть фундаменталистское крыло, представленное митрополитом Иваном Снычевым. Есть центристское, представленное митрополитом Кириллом. И есть либеральное, представленное отцом Александром Менем, его последователями. И опять же, прошло сколько-то времени. И что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, как вот это фундаменталистское крыло усилилось. То, что было центром, сместилось туда, вот куда-то вправо. А либеральное крыло, ну, то ли исчезло, то ли оно где-то куда-то затаилось и так далее. То есть, как бы, вот подъем переживают именно консервативные, ортодоксальные, традиционалистские крылья с религиозных традиций, что стало совершенным сюрпризом и неожиданностью для социологов религии и вообще людей, которые наблюдали за религиозными процессами. Следующий момент, я хочу сказать следующее, что, как вот в аннотации к этой лекции было обозначено, что вот этот подъем, религиозный подъем второй половины 20 века, он стал одной из тех фундаментальных трансформаций, которые были практически полностью незамечены, просмотрены учеными-обществоведами. Ну, как Питер Бергер, американский социолог, такой очень известный, он выделяет четыре таких трансформации глобальной, которые были просмотрены. Первое – это подъем Восточной Азии, второе – это новые общественные движения 60-х годов, второй половины 20 века, третий – это повсеместный упадок социализма, ну и, соответственно, четвертый – это тот самый религиозный подъем. И почему этот самый религиозный подъем, он был просмотрен? Дело в том, что религия находится как бы в слепом пятне у современных интеллектуалов, то есть это то, что они не видят и предпочитают не замечать. Это то, что Чарльз Тейлор называл секулярной предвзятостью, то есть отказ как бы воспринимать религию всерьез. То есть такое вот устоявшееся убеждение, что есть такие серьезные вещи, типа экономики, политики, которые действительно могут оказывать на все влияние, а такая вещь, как религия, ну это что-то такое непонятное. Ну то, что есть профессиональная деформация, когда, как сказать, какие-то вещи перестаешь замечать. Вот религия оказалась в слепом пятне для современных ученых, исследователей, интеллектуалов. И в частности можно перевести два таких полуанекдотических примера того, как это слепое пятно себя проявляет. Ну я эти примеры взял у Питера Бергера, которых рассказывал в своих лекциях, правда я не смог потом найти, где это было конкретно, но тем не менее. Я рассказывал пример про иранскую революцию, как знаковое событие, и про подъем христианских прав. Вот два примера, они касаются как раз этих двух событий. Один про то, как как раз накануне этой самой иранской революции в Тегеран приехала на конференцию группа американских исследователей, ученых выступить на конференции. Они ходили по Тегерану и видели повсюду людей с зелеными флагами. И они спрашивали у своих иранских коллег, что это за люди вообще, что происходит. И те им отвечали, что ничего, не обращать внимания, это вообще какая-то деревенщина понаехала, то есть как бы не обращать внимания. Это вот прямо накануне было иранской революцией. Другой пример, он рассказывал, как он ходил на радио, и как раз программа, посвященная американской политике, и ведущий этой программы, специалист по электоральным процессам в Америке, он как раз вот с интересом узнал о том, что если вот такие евангельские христиане, евангельские христиане, это как бы костяк христианских правых. И как бы узнав о них, он так ехидно спросил этого Петра Бергера, говорит, ну и сколько этих ваших евангельских христиан, на что Петра Бергер ответил, ну, говорит, миллионов семьдесят. Ну, то есть, как бы вот такое масштабное движение, оно оказалось как бы вот в этом слепом пятне. То есть религия, это как бы такая слепая зона для современной общественной науки, такой, можно сказать, слон в центре комнаты, которого никто не замечает до тех пор, пока он не начинает крушить разложенную повсюду посуду. Я на самом деле часто с этим сталкивался и в российском контексте, когда я, там, не знаю, лет десять назад начал писать о десекуляризации, о постсекулярном, то постоянно я сталкивался с точкой зрения, что никакой десекуляризации не происходит, и никакого постсекулярного нету. Там, секуляризация продолжается, то, что вот какие-то есть всплески религиозности, но это вот сейчас пройдет, сейчас чуть-чуть надо подождать, и все сейчас закончится, и все снова, секуляризация продолжится. Ну, дальше я немножко хочу сказать именно о каких-то вот причинах того, почему это происходит, происходило. Ну, с точки зрения теоретиков секуляризации, они пытались увязывать то, что происходит с религией, с экономикой. То есть, там, если, то есть, как бы обратно пропорциональная связь между экономическим ростом и религиозностью. То есть, если экономика как бы развивается, ну, соответственно, ну, там происходит модернизация, там, урбанизация и так далее, то религия обречена на то, чтобы социальная значимость сокращалась. Однако, с моей точки зрения, это вот была одна из ключевых ошибок данной теории. То есть, безусловно, какая-то связь между экономикой и религией существует. Но, тем не менее, если мы хотим понять, что происходит с секуляризацией, необходимо принимать во внимание значимость социальных, культурных, общественно-политических, идеологических факторов. Ну, в частности, если мы будем как-то так думать о причинах, опять же, нельзя сказать, что есть какая-то одна причина, везде контексты очень разные, везде надо смотреть на конкретную специфику. Но, в качестве такого, ну, момента, который мне кажется очень интересным, он связан как раз с кризисом секулярных политических идеологий. Ну, когда я говорю, называете политические идеологии секулярными, я имею в виду те политические идеологии, которые исходят из того, что отказ от религии способен дать обществу, человеку, я не знаю, какие-то преимущества, то есть позволить ему выиграть в конкурентной борьбе с другими государствами, ну, там, условно говоря, Петр Первый, там, не знаю, дурбал бороду или там, искоренял какие-то, ну, какие-то, я не знаю, архаические формы, потому что, и внедрял вместо них более прогрессивные западные, потому что он верил, что, ну, это вот такой путь к развитию, к тому, чтобы выигрывать войны и так далее. И в 20 веке были такие мощные секулярные политические идеологии, связанные с социализмом с одной стороны, с другой стороны, с, ну, западный путь развития, я не знаю, с капитализмом. И в контексте Ближнего Востока эти две идеологии, они боролись друг с другом, но в какой-то момент обе оказались, начали утрачивать популярность. И в некотором смысле мне здесь очень нравится цитата, фраза, которую я впервые услышал от Георгия Дерлугьяна, а он ее услышал еще у кого-то, но она как-то звучит так, что когда у вас в доме гаснет электричество, то вы идете в подвал за масляной лампой деда. То есть, условно говоря, когда происходит увядание вот этих самых политических идеологий, связанных с прогрессом, с развитием, с заимствованием каких-то или Запада, или Советского Союза, каких-то институтов, форум и так далее, то что остается? Собственно говоря, ничего кроме этой самой религиозной традиции не остается. И, собственно говоря, мы можем спроецировать это и на то, что происходило в России, что, с одной стороны, в 20 веке был вот этот путь социалистического развития, который окончился провалом. Но потом был путь, как сказать, в сторону как раз Запада, заимствование западных институтов, ну, с другой либеральный путь развития, но он тоже потерпел крах. Ну, а какая альтернатива? Ну, альтернатива вот вернуться назад к своим национальным традициям, традиционным ценностям. Ну, и в некотором смысле мы сейчас этот процесс и проживаем. То есть исчезли такие политические идеологии, связанные с идеями прогресса, развития, движения куда-то в будущее. То есть, условно говоря, желающих так строить социализм или еще что-то, какое-то светлое будущее особенно нету. Ну, и, как сказать, велик соблазн отправиться в прошлое, тем более это прошлое хорошо забыто, романтизировано и так далее. Вот, как сказать, схватиться за эту масляную лампу деда. Но помимо кризиса секулярных политических идеологий, можно говорить еще и о кризисе секулярных мировоззрений как таковых. Ну, в частности, вера во всесилие науки, она оказалась очень сильно подорванна. То есть, несмотря на все обещания, в принципе, наука так и не смогла решить те вопросы, которые, собственно говоря, человека особенно и волнуют. Проблемы одиночества, проблемы счастья, проблемы, я не знаю, справедливости. То есть, эти морально-практические проблемы, они как были, так и они и остаются. И не говоря уже о том, что научно-технический прогресс, он сам породил огромное количество проблем, связанных с новыми биотехнологиями и так далее. И здесь, соответственно, опять становится запрос на те самые религиозные традиции и религиозный ответ, он становится актуальным. И мы, собственно говоря, видим, как этот поворот к религии, он происходит, он происходит даже в тех местах, относительно которых мы даже едва ли могли такое ожидать. Но, в частности, мы видим, как поворот к религии происходит даже в левой марксистской политической философии. Ну, там, я говорю сейчас об Олене Бадью, о Славой Жижике, о Джорджа Гамбине, которые, собственно говоря, они что делают? Они пытаются как бы отсоединить марксизм, я не знаю, свои какие-то левые представления о коммунизме, о прогрессе от секуляризма, от неприятия религии и интегрировать теологию в свою рефлексию. Мы видим то же самое и в либеральной политической философии на примере Юргена Хабермаса, который, вот как раз, кстати, яркий пример вот этого вот, с одной стороны, религия, которая находится в слепом пятне и неожиданно происходит ее открытие. То есть, Юрген Хабермас рационалист и всегда очень скептически относился к религии и особо никогда и не интересовался. Но вот происходит событие, теракт в Нью-Йорке 2001 года и внезапно Юрген Хабермас открывает для себя религию, пишет статью об этом и, собственно говоря, начинает развивать свою тему, связанную с постсекулярным обществом, с тем, что, оказывается, религиозные традиции они здесь, они никуда не исчезнут и давайте думать, как нам всем вместе сосуществовать. и следующий момент, о котором я хотел бы сказать, он связан, вот как раз сегодняшней ситуацией, он связан не столько с теми процессами, которые происходят в социальной реальности, сколько с теми процессами, которые происходят в как бы в самом, в самих общественных науках. То есть, что происходит? Происходит как бы распад самой понятийной рамки, которая позволяла нам говорить о секуляризации. То есть, для того, чтобы говорить о секуляризации, то есть, о процессе утраты религии и своей социальной значимости, нужно иметь четкую понятийную рамку. Если этой понятийной рамки нету, то все рассыпается. Ну, что я имею в виду, когда говорю про эту понятийную рамку? Ну, я имею в виду, что нужно иметь очень четкое представление о том, что такое религия, о том, что такое нерелигия или светская. Если эти четкие представления есть, тогда мы можем говорить о секуляризации. Мы можем описывать Или смотреть на то, как религия сокращает свою социальную значимость, соответственно, не религия свою социальную значимость увеличивает. Или наоборот. Но в ситуации, когда эти понятия размываются, мы перестаем понимать, что значит слово религия, мы перестаем понимать, что значит слово светское, соответственно, нам все труднее говорить о секуляризации или о десекуляризации. Я, соответственно, в этом контексте говорю о постсекулярном, о ситуации постсекулярности. Что я имею в виду? В социологии религии в рамках теории секуляризации, я об этом в книжке пишу, ключевым понятием для описания того, что происходило с религией, было понятие дифференциация. Это понятие, которое обозначало очень простой процесс, процесс отсоединения религии от всех прочих сфер, то есть отсоединения религии от политики, отсоединения религии от права, отсоединения религии от культуры, отсоединения религии от экономики и вычленения такой, ну вот чистой религии, чисто религиозной религии. Дальше можно было уже изучать, как эта религиозная религия взаимодействует с политикой, с экономикой и так далее, замерять ее социальную значимость и так далее. Но что происходит сегодня? Сегодня происходит процесс прямо противоположный. Я называю этот процесс гибридизации. То есть наоборот происходит процесс гибридизации религии политики, религии экономики, религии культуры, религии права. И на выходе это нам дает то, что я называю постсекулярными гибридами. Я даже ввел термин троеверия для описания этого явления. Есть хорошо известное понятие двоеверия, обозначающее процесс, когда в процессе христианизации элементы христианства смешиваются с языческими элементами и получаются такие любопытные культурные формы, которые описываются как двоеверия. Но что происходит сегодня? Сегодня я считаю, что возникает явление, которое можно описывать как троеверия. То есть когда к этому смешению язычества и христианства добавляются еще и секулярные какие-то элементы, и на выходе это дает такие совершенно невероятные явления. Современный культ победы, культ вечного огня, освещение космических ракет перед запуском. Вот пример такого троеверия, где смешивается воедино все и наука, и магия, и какие-то элементы христианства. Ну, соответственно, эти постсекулярные гибриды, они в современном постсекулярном контексте, они возникают повсюду, и на всех флангах политической борьбы, например, и в оппозиционном формате это какие-нибудь панк-молебен группы, пусть рает. В консервативном формате это те же самые традиционные ценности, современные российские, которые, что это такое? Это, по сути, позднесоветский консервативный этос, который сегодня покрывается такой священной завесой православия. Соответственно, возникает, то есть, как сказать, в рамках этих гибридов религия настолько перемешивается с тем, что, казалось бы, этой религией не является, что мы уже больше не можем очленить, где кончается одно и начинается другое. То есть, в некотором смысле происходит как бы нормализация присутствия религии, религиозного фактора в современном обществе. То есть, религия, в буквальном смысле, как некая жидкость, она разливается по всему обществу и затекает в самые неожиданные места, во все щели и так далее. И никакого способа ее оттуда каким-то образом достать и каким-то образом даже чисто аналитически вычленить мы уже не можем. И в результате, так сказать, сегодня говорить о секуляризации или десекуляризации уже чрезвычайно сложно, потому что мы имеем дело вот с этими самыми гибридами, где религиозное с нерелигиозным намешано так, что мы уже одно отличить от другого не можем. Более того, из-за того, что у нас как бы поплыла эта понятийная рамка и мы перестали понимать, где религия, где нерелигия, мы в некотором смысле уже даже в прошлом не можем замечать эту секуляризацию. Ну в частности, ну всегда вот когда речь шла о секуляризации, всегда там в качестве примера приводился Советский Союз как пример вот такой вот, такой вот, можно сказать, насильственной секуляризации или радикальной секуляризации. Но в принципе, если смотреть с сегодняшних позиций, то ну все чаще можно столкнуться с описаниями большевизма, марксизма, ленинизма, как просто еще одной альтернативной религии, там со своим культом, со своими какими-то ритуалами, со своими, не знаю, обрядами. Причем это зачастую не просто попытка как-то натянуть что-то на что-то, а это описание того, что советские идеологи реально пытались делать, они реально пытались копировать религию, ну то есть они боролись с религией, но для того, чтобы, так сказать, ее побороть, им приходилось превращать этот самый марксизм и ленинизм в аналог религии. То есть какие-то красные уголки, какие-то красная Пасха, красные похороны, то есть, ну это в буквальном смысле какая-то была такая очень странная, специфическая, не знаю, квази, ну не знаю, религия. И, как сказать, в результате, когда у нас поплыла эта понятийная рамка, мы перестали понимать, где религия, где не религия, соответственно, уже даже в прошлом нам очень трудно, например, даже советский опыт описывать как опыт секуляризации, и они как опыт просто появления какой-то новой очень странной религии, которая вот пыталась все остальные религии вытеснить и утвердить себя на их месте. Вот. Ну, в принципе, в принципе, наверное, это почти все, что я хотел сказать. Вот. Ну, я, может, в заключении просто хотел бы сказать, что, на мой взгляд, вот сегодня мы находимся на каком-то вот пике вот этих вот процессов этого самого, когда религия, как бы, можно сказать, заполняет собой практически все пространство, и не исключено, что в какой-то момент начнется какая-то обратная реакция, но это все вопрос, и что будет дальше, непонятно, и тут вот пространство для любых фантазий и любых вообще спекуляций. Вот. Ну, на этом я, наверное, закончу. Если будут какие-то вопросы, я готов отреагировать. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересная лекция. Подскажите, а вот как вы оцениваете влияние роста роли религии на развитие общества? По-вашему, это влияние было позитивное, негативное? Может быть, вы не хотите оценивать? Ну, понимаете, это вопрос очень общий, в том смысле, что нет никакой религии вообще. Религии есть разные, там, не знаю, есть более либеральные, более фундаменталистские, более, не знаю, консервативные, и все по-разному влияют. Ну, это как спросить, не знаю, как влияет. Нет. 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 Спасибо большое. Ну, я просто, у меня был свой вопрос, но я не могу не поддержать предыдущий, потому что, я прошу прощения, Дмитрия, но вы нам рассказывали вот все это время о религии как таковой. Желательно, конечно, с научной точки зрения перечислить бы ее общие признаки, да, потому что вы объединили христианских правых, исламский фундаментализм, православие, да, желательно понять, каковы общие черты той постсекулярной эпохи, которая в вашем концепции с 70-х годов дает вот такое бурное развитие. Это тема расы, это просто как бы в пандан. А мой вопрос касается, ну, тоже, в общем, буквально того же самого, поскольку вы говорите про Советский Союз в религиозных терминах, но, откровенно сказать, довольно много работы этому посвящено, и они не все с самого последнего времени, но, вы знаете, меня тут волнует другой вопрос. Я обратила внимание, что в вашей концепции вы практически не упоминаете понятие идеологии. Вот когда вы говорите, что Советский Союз, да, там, красные свадьбы, красные уголки, естественно. Но вопрос другой. А на смену религии пришла определенная коммунистическая идеология. Или же вы их объединяете. Просто это к вопросу о рамке, да, вот терминологии. Для меня это важно, потому что, что меня больше всего заинтересовало и так потрясло о вашей концепции, это следующая сама идея, что, когда вы пишете, говорите о 70-х годах, как вот о таком вот кризисе секулярности, но дальше вы упоминаете исламскую революцию, а как бы в рамках, ну вот, условно говоря, вы совсем не упоминаете, упоминая исламскую революцию, вы не упоминаете конец Советского Союза как тоталитарные системы. То есть у нас есть, у нас вот есть какая-то общая религия, вот у меня осталось впечатление, которая нависает надо всем миром, как, знаете, как прибой, то она нахлынет, то она отхлынет, а вот все остальное, борьба идеологии, Советский Союз с его как бы спецификой, оно как-то вот немножко нивелировано. Прошу прощения, но у меня сложилось такое ощущение. Вот, таким образом, два вопроса основные. Спасибо. Ну, по поводу того, что я говорю о религии вообще, ну вообще я перечисляю те явления, которые традиционно относятся к сфере религии. То есть вы хотите сказать, что христианские правы не имеют отношения к религии, или исламский фундаментализм не имеет отношения к религии, или, может быть, православие не имеет отношения к религии. То есть в чем, собственно говоря, подвох? Подвоха нет. Вы передрисовали мне мой вопрос с вами. Что это значит? Чувствуют религии? А на самом деле это очень важно, потому что мы подходим, и у нас это очень не чувствуется. Мы подходим к очень важному вопросу. Мы говорим о религии как о социальной структуре управления, или мы говорим о религии как о системе веры, веры, и о системе, и о неком изменении этического и ценностного характера. И смысл в том, что эти три вещи, они не совпадают. Понимаете, вы ставите вопрос так, что на него должен отвечать теолог, потому что теолог – это человек, который может выдвигать нормативные суждения о том, что такое правильная религия, где идеология, где, не знаю, национализм, а где вот начинается религия, как, я не знаю, ценности, как вера и так далее. Я как социолог религии, мне по большому счету все равно. Так что есть религия для вас как для социолога? Еще раз говорю, то, что я последнее говорил, та понятийная рамка, которая позволяла нам четко понимать, что такое религия и что такое не религия, она поплыла. Я не знаю, что такое религия вообще. Я вам могу дать книжку одного автора, которая содержит около тысячи определений того, что такое религия. Вы можете выбрать любое определение религии, которое вам больше нравится, и как угодно его использовать. Вы как социолог не используете никакое определение религии? Да, я не использую никакое определение религии. Вы говорите именно о возвращении или все-таки о каком-то временном существовании нескольких... Я не хочу микрофон говорить. Мы говорим о возвращении религиозной практигмы, либо о существовании какого-то множества концепций, которые включают в себя религиозную составляющую, и секулярную, и постсекулярную, и какое-то такое единовременное такое... Понимаете, да, о чем я говорю? Я имею в виду, есть возвращение, о чем вы говорили сейчас. То есть мы имеем в виду такое некое возвращение интереса, возвращение религии в социальную значимость. Или мы имеем в виду единовременное существование разных вещей, и отказ от значимости религии, и возвращение одновременно. То есть это вот одновременно существует сегодня. Нет, я говорил о таких глобальных трендах, связанных с процессом секуляризации, который носил всемирное историческое значение, и о прекращении этого процесса, и начало каких-то иных процессов. Да, по каким-то причинам процесс секуляризации прекратился. И начался обратный процесс, процесс усиления социальной значимости религии, который привел не к возврату каким-то старым формам, а к появлению какого-то нового контекста, который я называю как раз постсекулярным. И мы видим, как этот контекст по-разному преломляется. В Америке, в Европе, в России, на Ближнем Востоке. Но в принципе речь может идти о каком-то, ну таких вот, можно сказать, глобальных трансформациях. Ну, отчасти в продолжении того, что говорили. Понимаете, все-таки действительно тогда надо было бы сформулировать, вот, и, вернее, определить. Было бы это интересно узнать, почему происходят эти процессы. Ведь под этим лежат очень серьезные, так сказать, социальные, именно, если говорить, как вы говорите, как социолог ситуации, там, нашего общества и мира. Вот это было как-то недостаточно. Ну и более такой частный вопрос. Вы сказали, что, ну, сейчас в православии преобладают, вот, три, так сказать, выделили тенденции, что преобладает консервативная тенденция. Ну, я, в общем, отчасти согласна, но мне хотелось бы, вот, чтобы вы определили, в чем вы это видите, вот, именно это преобладание консервативного начала. Спасибо. Ну, я на второй вопрос отвечу. Я вижу это в... Ну, я не знаю, я слежу за высказываниями официальных представителей русской православной церкви. Если вы видите там что-то либеральное, то я как бы... Ну, я вижу, что и в реальной жизни происходит. Я вижу, ну, я не знаю, я вижу священников, которых запрещают служение за какие-то высказывания и так далее. Ну, как бы, мне кажется, это как-то очевидная вещь. Может быть, я сейчас говорю, мне всегда это говорят, что вот, вы не правы, на самом деле есть вот, вот где-то есть что-то другое, но может быть где-то что-то другое, где-то в подполье есть, и в какой-то момент оно выйдет на поверхность. Но я смотрю просто на поверхности то, что происходит, и я вижу, что риторика, дискурс, так сказать, и политика, она... Я бы даже, ну, ближе туда, вправо. Простите, может быть, заставлю вас повториться, но слишком интересно, не могу не спросить. Можете еще раз, пожалуйста, обозначить тенденции, которые именно для российского общества современного характерны, ну, такими крупными мазками. Что вы видите своим профессиональным взглядом? Что тревожит? Что, может быть, наоборот, вселяет оптимизм? Про российское общество я ничего не говорил. Мне повезло. Спасибо. Нет, ну, во-первых, то, что я обозначил, это некоторая аналогия, которую мы сейчас видим между подъемом движения христианских правых в Америке и тем поворотом к традиционным ценностям, которые мы видим в последние десятилетия. То есть до определенной степени то, что сейчас происходит в России, ну, до определенной степени повторяет то, что в Америке было лет 30-40 назад. То есть вот, как сказать, как американские и христианские правы реагировали на те социальные пертурбации, связанные с культурной и сексуальной революцией 60-х годов, так и в России во многом вот это движение, этот поворот консерватизма, он связан с реакцией на те самые пертурбации нашей сексуальной и культурной революции 90-х годов. То есть вот тут какие-то есть параллели. Но что касается общих тенденций действительно российского общества, то я затруднее сказать. Мне кажется, я об этом не говорил. Присоединяюсь. Спасибо большое за действительно интересную лекцию. У меня, наверное, в какой-то степени два вопроса. Вы, ну, в финале своей лекции подошли к вопросу о существовании, об образовании постсекулярных гибридов. И в связи с этим вопрос. Мы сегодня, когда говорим о религии, чаще всего, в публичном поле, чаще всего говорим не о религии и ее влиянии на экономику, не о религии и ее влиянии на, допустим, наук. Мы чаще всего обращаем внимание на религию как либо причину, либо, ну, в какой-то степени, может быть, фактор того или иного конфликта. Связано ли это с тем, ну, связано ли это с тем, что сейчас в обществе, как в российском, так, может быть, и в нероссийском, тут это ваше право выбрать, как отвечать, естественно. Связано ли это с тем, что существует некая рамка, которая заставляет нас смотреть именно на это? Или это феномен современных взаимоотношений нерелигиозного и религиозного? Этот конфликт существует в этом плане на самом деле. Это первый вопрос. А второй вопрос, он касается действительно российского общества, тоже в этом отчасти контексте. Сегодня мы и в России тоже видим, что религия чаще всего в публичном поле обсуждается как нечто конфликтное. Вот буквально пример полуторачасовой давности сейчас объявили о том, что в Конституции возможно упоминание Бога, новые поправки. Вот тут есть люди, которые удивленно подняли брови, я с этим склонен солидаризироваться. Чаще всего в России мы тоже слышим о религии, как о чем-то, что связано с конфликтом, будь то ислам, ну или в последнее время, может быть, даже чаще это православие. Вот в этом контексте, когда мы говорим, может быть, даже не столько о десекулиризации, сколько о политизации религии, на ваш взгляд, связано ли это с тем, что сейчас есть такая тенденция, что политический класс, он оказался более религиозен, чем само общество, и это вызывает некие конфликты. Или же действительно происходит некий идеологический перелом, и тогда можем ли мы это наблюдать в молодом поколении. Извините за такую пространную формулировку вопроса. Спасибо. Вопрос действительно сложный. Ну, что касается конфликта вокруг религии, то я, собственно говоря, на эту тему написал большую статью, которая называется «Конец проправославного консенсуса. Религия как новый раскол российского общества». Ну, он, правда, по-английски только опубликован, но по-русски тоже оно будет опубликовано. Где как раз, собственно, я и говорю о том, что религия из фактора консенсуса, то есть, когда такие известные социологи религии отечественной Дмитрий Фурман и финский его коллега Киму Коряйнин, они описывали отношение к православию, они сформулировали как раз свое понятие проправославного консенсуса. То есть, они писали о том, что, ну, вот в России подавляющее большинство, оно относится к православию позитивно, причем и атеисты, и мужчины, и женщины, и старые, все, короче говоря, консенсуса хорошо относятся к православию. Это что мы видим в последние, там, ну, я тут отчитываю, от дела посерает, да, мы видим, как этот проправославный консенсус, он ломается, и религия из фактора консенсуса, и православие, прежде всего, из фактора консенсуса превращается в фактор бесконечного, постоянного конфликта, бесконечного, какого-то постоянного скандала, выяснения отношений и так далее. Ну, с чем это связано? Во-первых, речь идет о таком фундаментальном конфликте между религиозными традициями и современностью, и, то есть, как, вот есть какие-то реалии современного общества, да, и, а есть религиозные традиции, которые формировались вообще в совершенно других условиях, и, соответственно, как их примирить, там, я не знаю, там, свобода слова, да, вот как не относиться, там, свобода, там, сексуальная свобода, да, как не относиться, там, я не знаю, свобода, ну, собственно говоря, быть атеистом, например, там, свобода, не знаю, говорить церкви нет в каких-то ситуациях, И вот эти реалии современного общества, они, конечно, вызывают такой негатив со стороны представителей церкви, которые не понимают вообще, как с этим быть, и пытаются зайти через государство, и как-то через государство эти ненравящиеся им тенденции каким-то образом задавить, заглушить и так далее. Представить, будто бы это вообще все с запада идет, это вообще нам все чуждо, а у нас тут все, как сказать, живут так, как жили 500 лет назад. Это с одной стороны, с другой стороны, но есть такой глобальный конфликт, который есть и в Америке, вообще в любом обществе. Тут культурный конфликт, как раз ценностный конфликт между, с одной стороны, условно говоря, прогрессистами, либералами, а с другой стороны, вот этими самыми консерваторами, ортодоксами. В общем, он в Америке очень четко по поводу абортов, отношений к однополым бракам, феминизму и так далее. И мы видим, как он и в России тоже начинает так потихонечку обостряться. И, собственно говоря, предложение внести в Бога в Конституцию, да, это тоже какое-то, как сказать, высказывание в рамках этого конфликта, да, сказать, что вот у нас Бог, да, вот у нас вот так, как мы хотим, а вот эти все, эти новые тенденции нам не надо, это все чуждое, западое и так далее. То есть, ну как бы, не знаю, ответили на ваш вопрос. Что касается вот этого поколенческого, да, вы сказали, какого-то перелома. Есть ли вот в те сикуляризации, в постсикуляризации российского общества своя специфика, связанная с тем, что одновременно объектом сикуляризации, последствий и постсикуляризации стало в какой-то степени одно и то же поколение, которое мы разсказали, пользуемся этим стремлением. Это очень интересная тема, ну, вот именно поколенческая, потому что я, ну, не уверен, что я могу что-то тут содержательно сказать, но часто вот я читаю все истории, да, людей, которые покидают церковь, да, которые рассказывают, как они туда пришли, и как они очаровались, потом вот это вот разочарование, ну, и такие вот, ну, немножко такой, ну, вот, вот, наверное, это и раньше было, да, но вот последнее время очень-очень много было случаев вот этих бывших верующих. Там Мария Кикоть, вот эта исповедь послушницы, и потом еще сейчас вот несколько историй, там, это киберпопы и так далее. То есть люди, которые в какой-то момент пришли в церковь, пробовали там какое-то время, потом поняли, что это что-то, ну, как бы, не то, чего они ждали, и вышли оттуда, и сейчас как бы делятся своими рефлексиями. То есть да, тут есть какой-то вот этот поколенческий момент, который, наверное, уже больше никогда не повторится, потому что уже никогда, наверное, не будет той ситуации, когда та же самая православная традиция уже, наверное, и никогда не будет восприниматься в качестве чего-то запрещенного, забытого, романтизированного, идеализированного. То есть, как сказать, как бы, там, не знаю, моё, следующие какие-то поколения, они уже будут совершенно иначе смотреть на то же самое православие, на церковь, в каком-то уже контексте вот того исторического опыта, в котором они выросли. Но это как бы очень интересная тема, я не уверен, что... Вот была книжка Вадима Радаева «Миллениалы», где он как раз пишет про религиозность вот этого нового поколения, но он пишет, что они гораздо менее религиозными, хотя там другие социологи-религии говорят, что это не так, что... Ну, то есть, это как бы интересная тема, но я не уверен, что я могу тут прямо что-то субстанциально сказать. Да, здравствуйте. Хотел задать пару вопросов. Спасибо за доклад и за вашу книгу. Вот я просмотрел коротко оглавление, и я так понимаю, там серьёзно вы прорабатываете теории секуляризации, ну, для непосвящённых, и вот включая меня, вы могли бы объяснить, что не так с теорией, которая объясняла религию как некое социальное явление, и тем самым выдвинула его вот это в белое невидимое зону эту. Вот, и, ну, насколько я понимаю, первое, что бросается в глаза, это как бы марксистское понимание религии как культурной надстройки, которая должна исчезнуть, ну, соответственно, когда уйдёт тот базис, на котором она строится, те социальные, ну, экономические, социально-экономические отношения в обществе, там, феодализма, которые, когда уйдут, тогда уйдёт и религия. Ну, ведь это, насколько я помню, знаю, это не единственная социальная теория марксистская. У Макса Вебера разве есть такие вот жёсткие секуляризационные вот вещи? Он ведь много говорит про, там, ценностно-рациональные действия, про идеологию, которая, вот, является основой, там, социальных конструктов. Это вот такой, в целом, вопрос, что не так с теорией, но вот вы, как социолог, просто объясните, почему это произошло. Ну, что касается, сейчас про Макса Вебера скажу. Что касается Макса Вебера, во-первых, Макс Вебер, собственно, и вёл понятие секуляризация в социальную науку. Да, да, я понимаю. Это нейтральное, как нейтральное понятие, описывающее то, что происходит с религией. Ну, да, у Вебера, конечно, есть протестантская этика и дух капитализма, о том, как вот протестантская этика лежала в основании духа капитализма. Но если мы вспомним, чем эта работа заканчивается, то она как раз заканчивается такими пессимистическими рассуждениями про то, что, да, конечно, протестантская этика сформировала капитализм, но с тех пор капитализм сам превратился в железную клетку, или как это там, стальная рубашка, или как он там называется, стальной панцирь, который как бы этого современного человека сковало, и больше уже она не нуждается ни в каких идеалистических подпорках. Всё, как бы эта машина, она заработала. А то, что, ну, как вот, условно говоря, ракета, вот она выходит, там какие-то ступени, они отбрасываются. Вот точно так же капитализм отбросил все свои капиталистические, фу, капиталистические, идеалистические подпорки, и прекрасно существует уже как такая вот машина, как сказать, которая сама по себе работает, и уже не нужны ей уже ни аскеты эти мирские и так далее. Что касается того, что было не так с теорией секуляризации. Ну, во-первых, это теория, которая считала, что, ну, во-первых, она считала, что есть некий единый путь развития любых обществ. То есть все общества развиваются примерно по единой схеме. Соответственно, если понять, что происходит с обществами, которые в данный момент наиболее развитые, то можно понять, что будет происходить с обществами, которые ещё пока не такие развитые, ну, вот когда они дойдут до той же стадии, они, с ними будет происходить всё ровно то же самое. Какое было в тот момент самое развитое общество? Ну, европейское. Правда, была Америка, ну, это отдельная тема. Ну, европейское. Вот они описывали то, что происходит в Европе. А в Европе происходила секуляризация. И они на основании того, что происходило в Европе, делали общие выводы о том, что будет со всеми остальными обществами. Что будет на Ближнем Востоке, что будет в Японии, что будет в Турции, что будет где угодно. Так вот, этот подход в корне неверен. Но всё-таки на теоретическом уровне как это выражалось? Я понимаю, что любой социолог такой же член общества, как и все, и поэтому он черпает свои представления из окружающего мира. Но на теоретическом уровне это же как-то выражалось? Хотя бы на уровне языка социологического. Ну, как? Они говорили о процессе модернизации. То есть индустриализация, урбанизация, которая подрывает традиционный уклад, традиционный образ жизни. Возникает современное общество, построено на принципах рационализации, той же самой дифференциации. Соответственно, религия, которая прикована к этому традиционному образу жизни, этот традиционный образ жизни разлагается, и религия, знаешь, как шарик такой, как это, прицепленный, он отвязывается и улетает, все как бы. Но... В каком смысле связано и с модернизацией, с теорией модернизации? Да, безусловно, теория секвализации была частью теории модернизации. Но проблема, она сказала в том, что, как оказалось, религия, она, как это, тварь живучая, условно говоря, то есть она смогла приспособиться и к этим новым реалиям современного общества. То есть возникли какие-то новые религиозные формы, и внезапно и те же самые фундаменталисты, традиционалисты, они каким-то образом смогли тоже найти для себя место и какой-то свой голос. И кроме того, это современное общество, о чем Питер Бергер очень много писал, было сопряжено с огромным количеством проблем. То, что Питер Бергер описывал как бездомность современного человека, отсутствие у него какого-то места, атомизация, индивидуализация, и все это, конечно, рождает запрос на это чувство, знаете, какой-то общины, причастности к чему-то, причастности, к какой-то тайне, к какому-то, я не знаю, чему-то вот, не к вот этим вот повседневным, рациональным, мирским, посеусторонним интересам, а вот к чему-то вот более высокому и так далее. То есть казалось, что религия, она, оказывается, может пережить и распад вот этого самого традиционного уклада, и традиционные формы религии, да, они могут приходить в упадок, но появляются какие-то новые, причем как бы даже, ну там, то, что называется, феномен духовности, да, там всякие-всякие новые духовные практики, там йоги и так далее. То есть, то есть, то есть, то есть вот тоже еще один момент, где теоретики секуляризации заблуждались. Но в целом вот эта попытка как-то связать религию и экономическое развитие, там модернизации, урбанизации и так далее, повышение уровня жизни, экзистенциальную безопасность, на мой взгляд, это ошибочные, ошибочные установки, которые в конечном счете привели к тому, что, ну вот в начале нулевых годов теория загнулась, просто вот сегодня, ну честно говоря, я даже не могу, ну может одно или два именно назову людей, которые продолжают эту теорию отстаивать. Но в основном все как бы, ее забросили. Ну и вот тоже в связи еще один маленький вопрос про еще один изм и ацию, про глобализм и антиглобализм и конструирование новых идентичностей, или там уж как, не важно, конструирование идентичностей национальных или каких-то транснациональных. Вот насколько я понимаю, вы видите в первую очередь политические истоки этого процесса. Вы вот из того, что вы рассказывали, я понимаю так, что вы объясняете именно политическими причинами рост религиозности, а вот... Ну понимаете, я не говорю о религиозности, я говорю о социальной значимости. Ну опять же, ну нужно, тогда нужно как-то брать конкретные кейсы. Ну опять же, почему подъем, растет социальная значимость религии в Европе? Ну потому что вот есть эта опасность, исламская угроза и так далее. Почему там подъем христианских правых в Америке? Ну вот потому что была эта культурная революция, которая вызвала очень большое раздражение, негодование, и в качестве реакции появляются там люди типа Билли Грэма или Джерри Феллиуэлла. Почему в России это произошло? Ну тоже можно какие-то найти объяснения. То есть я не говорю вот именно о религиозности, как вот вере, там какие-то вот такие внутренние интимные процессы. Я говорю именно о социальной значимости. О социальной значимости. Ну я как бы хотел бы дать личную трактовку, собственно, темы, поднятые вот первой дамой комментатором. Мне кажется, вот мое, так сказать, представление, да я, к сожалению, ваши книги пока не читал, но у меня такое общее ощущение, что, точка зрения, что, мне кажется, вот ощущение такое, что вам следует все-таки прочувствовать, да, разницу между религиозной и идеологической установкой для дальнейшего прогресса ваших исследований. Понимаешь, это все-таки сопрягающиеся, но разные, разные вещи. Понимаете, мне представляется, что очень часто вот то, что происходит, это скорее идеологически какие-то, понимаете, мотивы, на которые переклеиваются выгодные этикетки, которые по существу не имеют сущностного углубления. Вот для того, чтобы именно углубление в вашей работе, вот моя, мне такое представление, вам бы надо вот продумать эту тему, да, различие между религиозной и идеологической установкой, чтобы для углубления, понимаете, вот мне так кажется. Ну, понимаете, еще раз говорю, это запрос, та работа, которую, в принципе, должен выполнить теолог, потому что это уже какие-то уже нормативные высказывания относительно религии, то есть, ну, как отделить идеологию от религии. В моем понимании, то, что мы видим сегодня, это процесс гибридизации, когда религия смешивается со всем. Можно следующий вопрос? Вот такой конкретный. Ислам, исламизм, экстремизм, сейчас на всех уровнях звучит многократно такая мантра, что, скажем, исламский терроризм, нельзя так говорить, потому что это экстремизм, это не имеет отношения к религии, об этом говорят в первую очередь мусульмане, конечно, но и на самом высоком уровне политики тоже вот повторяют это. Как бы вы прокомментировали с точки зрения своей теории эту мантру? У меня нет какой-то теории, которая все объясняет. Может быть, я бы неправильно как-то звучал. Что касается ислама, и, ну, в принципе, мне близка позиция такого есть французский исследователь Оливье Руа. У него позиция такая. Он говорит, что мы же имеем дело сегодня с исламизацией радикализма. То есть, условно говоря, радикалы, которые там сто лет назад бегали бы под лозунгами марксизма и коммунизма и всего на свете, они сегодня выбирают для себя ислам как форму выражения этого самого радикализма. То есть, ну, ислам сегодня это такое, ну, можно сказать, главное антисистемное движение. И люди, которым что-то не нравится в современном мире, они вот используют для этого исламскую традицию. То есть, я в этом плане не стал бы внутри самого ислама искать какие-то, что вот там прямо сущностно зашиты какие-то экстремистские вещи. Ну, вот просто происходит исламизация этого самого радикализма. То есть, условно говоря, то, что те люди, которые сто лет назад бы бегали под красными флагами, они сегодня вот под зелеными бегают. А через сто лет, возможно, какой-то будет новый, не знаю, этот самый радикализм, он будет под какими-то новыми флагами, знаменами и так далее. То есть, я в этом плане солидарен с Оливье Руа, хотя это не единственная возможная точка зрения, и есть как бы и другие точки зрения. А можно ли мы сказать, что вот этот процесс, о котором вы говорите, то есть он на уровне политических сил разворачивается, не на уровень таких социальных практик опускается, да, бытовых, когда люди там ритуалы, религиозные, да. Ну, по сути, вот все эти опросы, которые проводят, да, они говорят, что люди себя маркируют как православные там, да, или верующие, но при этом они не воцерковлены, не там погружены там в церковные жизни, а просто как бы принимают православие как некую культурную принадлежность. Да, ну вот у нас в стране традиционно есть православие, я веру православное, ну, значит, я поддерживаю культурную какую-то составляющую. Это немножко вот такая другая система, но зато это удобно для политических сил использовать вот эти религиозные какие-то моменты для того, чтобы решать, ну, политические какие-то вещи. И может ли вот разница, да, быть, если мы говорим о социальной значимости, да, возвращении в социальную значимость? Ну, в принципе, там в рамках разговора о секуляризации можно выделять три уровня. Можно выделять макроуровень, мезоуровень и микроуровень. Макроуровень – это как раз вот уровень там, где государство, там, где вот всякие законы и так далее. Мезоуровень – это уровень религиозных организаций. Наконец, микроуровень – это уровень как раз индивидов с их там какими-то практиками и верованиями. Но опять же, здесь важно проводить развлечение между религиозностью как таковой и социальной значимостью религии. И это, кстати, для меня очень большой парадокс. Как так получается, что люди вроде как нерелигиозные, они особо-то ни во что не верят, церковь не ходят, а при этом религия повсюду. Вот для меня это парадокс, который требует какого-то объяснения. Нерелигиозное население, а религия из всех щелей лезет. Это вот как бы то противоречие, тот парадокс, который я вижу. То есть, когда я говорю о десекуляризации, о повышении социальной значимости религии, я не имею в виду, что люди стали более религиозными. Это совершенно другой вообще пласт. Я имею в виду, что социальная значимость религии, она увеличилась. И это парадокс. Как вот в нерелигиозной стране повсюду религия? А мы косвей, при этом самую государственную выбиваем, а потом это не получится. Ну, вы выбейте сначала. Ну, вот в этой связи, да, вот в продолжении вопроса, просто уже немножко о меня опередили. Я хотела сформулировать. Да, нет, я просто в продолжении. То есть, не кажется ли вам, что здесь ведущей тенденцией как раз была политическая составляющая использования религии в качестве инструмента политического? И это уже влечет за собой, да, в увлеченность общества возвращения к религии, а не наоборот? То есть, что было здесь первичным? И нельзя ли в этой связи вот вернуться к разговору об идеологии? Может быть, мы вот здесь вот можем провести грань? Ну, понимаете, тут вопрос, кто кого еще использует, да, ну, вот я упоминал этот фильм на Нетфликсе, вот выложенный про этих христианских правок, да, вот эта организация, которая там на капиталистском холме обитает и работает с политиками. Там вообще непонятно, кто кого использует. То есть, понимаете, есть огромное количество, ну, идеологов, которые реально, у них есть некая миссия и видение защитить Россию, там, я не знаю, от духовного разврата, там, не знаю, чтобы детей было много и так далее. И это их, можно сказать, ну, можно как угодно к этому относиться, но это искреннее выражение того, как они понимают, как они понимают, там, христианство, православие. И они готовы, там, с политиками взаимодействовать, как-то лоббировать свои эти самые интересы, что-то продвигать. То есть, тут еще вопрос, кто кого, можно сказать, использует. И это какой-то обмен дарами, условно говоря. Последний вопрос, наверное. Спасибо за такой момент. Дмитрий, я просто, все же, вот тут пока обсуждали политику, родилась такая концепция, которая совершенно, естественно, не навязывается, но можно ли говорить все это? Вы сами говорите, что вы разделяете религиозность, концепцию, да, религиозности и социальную значимость религии. Но тогда, может быть, имеет смысл предположить, что мы имеем дело с тем, с процессом апроприации религии. Идеология просто-напросто апроприирует религию как таковую, как явление, используя ее в своих целях. Вот, нет, ну, пиар-акция, и дальше мы упираемся в Бернезе, и дальше можно двигаться по известным проложенным маршрутам. То есть, понимаете, на самом деле это очень интересно. И тогда мы снова, книга-то, я-то должна признаться, я ее читала не один раз. Вот, и смысл в том, что, может быть, тогда книга очень, как это говорил Никоныч, будет упомянутый Лидич, очень своевременная книга. Потому что секулярность, о которой вы очень подробно, вот реально очень подробно размышляете о секулярности, это была категория идеологии или категория сознания или категория социологии. И тогда получается, что кризис секулярности в том, что секулярное сознание, нерелигиозное сознание попало сейчас в ловушку идеологии, которая подает себя в фантике религии. Ну, это вот как гипотеза, я не навязывала, но просто вы заставили меня задуматься, вот не могла не поделиться. Спасибо. И отдельное спасибо организаторам вот этой потрясающей дискуссии. Да, я хочу тоже похвалить организаторов. Классные вопросы и, как бы, такие челленджинг вопросы. Ну, что касается... Ну, вы все время пытаетесь как-то развести идеологию и религию. На мой взгляд, это невозможно сделать. Ну, не существует никакой чистой религии, так же, как и чистой идеологии. Ну, все смешано, особенно сегодня. И, ну, как бы, ну, почитаешь разных теологов, там, я не знаю, разных людей, которые на религиозные темы высказывают. Но у них все смешано. У них их, то, что вы бы назвали идеологией, это логичное продолжение их веры, а зачастую это, как бы, главное содержание их веры. И, как сказать, тут отделить одно от другого, это как-то, ну, как бы одного живого человека разорвать на две части. То есть, мне кажется, это очень простой подход. Сказать, что вот есть хорошая, замечательная религия, она вот замечательная, светлая, она вот тут, значит, в глубине сердца, значит, теплится. А вот тут есть плохие люди, которые ее используют в идеологических целях. Ну, говорит, это очень упрощенное понимание. Ну, имеете право. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.